всем привет вы на канале лазница меня зовут вика и мой канал о прическах так что подписывайтесь будет интересно сегодня я хочу вам показать свадебную прическу очень прочную и надежную и очень простую в исполнении для этой прически нам понадобятся локоны если вам интересно как я сделала именно эти локоны то в самом самом конце видео я вам оставлю ссылочку на это видео просто нажмете и посмотрите и так вернемся к прическе у меня все волосы будут лежать на правом плече и начинаю прическу я с левой стороны беру первую прядку улица достаточно крупную сверху и начинаю крутить жгут от лица при этом растягиваю его и добавляю пряди которые идут под ним и также добавляя пряди я скручиваю и двигаюсь к правому височку затем справа я также немножко подкручиваю волосы и не завязываю сразу два этих широких жгута а беру последние прядки которые будут держать как бы эти жгуты и связываю их между между вместе резиночкой силиконовой теперь я беру невидимки и обязательно подкалываю вдоль жгута весь этот жгут чтобы у нас все прочно держалась начинаю плести следующий жгут также беру прядку и скручиваю от лица добавляя по ходу плетения пряди и также прокручивая примерно до того же места я закручиваю жгут растягиваю его и делаю то же самое добавляю справа прядку у лица также ее подкручиваю в направлении от лица и беру тоненькую прядку из нашего жгута немножко растягиваю все но потом я быть буду вытягивать больше поэтому я сильно идеально сейчас не делаю и теперь докручиваю 3 жгут как видите у меня получилось три таких объемных жгута это на ваше усмотрение вы можете сделать много таких жгутиков будет такая мелкая текстура это я делаю для того чтобы у нас и сзади была красивая прическа то есть не только сбоку но и сзади также завязываю резиночками и подкалываю теперь все эти жгуты обязательно невидимками и теперь беру последние оставшиеся прядки тоже скручиваю в жгут беру с другой стороны прядку тоже ее подкручиваю к центру и завязываю резиночкой перемещаюсь уже наперед то есть я выкладываю все волосы на правое плечо так как у нас уже будет идти прическа и беру по маленьким прядкам с двух сторон подкручиваю их к центру и завязываю резиночкой после чего я их растягиваю и просто вы смотрите спереди и укладывать пряди так как они должны лежать как красиво то есть не просто сзади все сделать и выложить потом на бок всю эту конструкцию я делаю сразу уже на боку вот такую вот косу из резинок чтобы мне было видно как она лежит чтобы клиенту было удобно и она постоянно не скатывалась назад когда вы делаете сразу на боку то она так и останется у вас и вот так вот по прядкам мы плетем так скажем косу из резинок то есть я завязываю перед этим обе прядки подкручиваю к центру завязываю резинкой и растягиваю за счет того что волосы подкручены у нас получается объемная такая коса это можно сделать и без локонов просто она у вас получится такая более классическая что ли а тут она небрежная такая легкая и кончики красиво тоже будут уложены и как вы поняли так я двигаюсь до конца пока волосы не закончатся затем я все поправляю вытягиваю макушку чтобы она была тоже объемная вытягиваю какие-то тонкие прядки и если вы будете делать локоны именно для этой прически то лучше вам сделать вот тут вот пробор эту часть крутить к центру и вот эту большую часть крутить от лица тоже к центру так вам будет удобней в конце я уже взбрызгиваю все лаком выкладываю ребрышки так как нужно и в общем то прическа готова как вы видите она и сзади красивая и спереди и сбоку и теперь осталось только прикрепить фату так как у нас там закреплен жгутик невидимками то у нас гребешок хорошо вошел и держится за невидимки после того как я закрепила фату я поправляю макушку и как вы видите фата прекрасно держится очень плотно и вот такая вот прическа получилась она у вас не распадется за весь день за всю ночь потому что сделана она из резиночек это очень прочно и плюс она получилась такая воздушная текстурная это кстати не волосы манекена то есть я нарастила их каникалоном это очень бюджетный вариант если вам просто нужно для прически у меня есть такое видео так что я тоже вам его оставлю в конце можете посмотреть оставляйте свои комментарии также не забудьте подписаться на канал и включить уведомления потому что многим не высвечиваются мои видео в ленте это очень обидно потому что я стараюсь для вас подписывайтесь на мой инстаграм там я выкладываю мини версии всех своих видео если интересно жду вас и там всем рада и меня на сегодня было все с вами была лазница вика всем удачных причесок и пока хочу сразу показать как распускать эту косу у меня вот такой вот распарыватель его можно купить в швейном магазине в любом и вот этим тупым кончиком я завожу под резинку и разрезаю ее то есть все просто можно взять маникюрные ножнички что у вас есть под рукой иногда я просто руками разрываю но лучше не стягивать с волос а именно чем-то разрезать тогда у вас все легко распускается и в принципе ничего не запутывается как разрываю можно взять маникюрные ножницы я буду с вами пассивная когда вы увидите меня на тапе я не знаю я не знаю как я Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...